Это духовное утешение. Ребёнок засыпает, успокаивается. Вот под этот ритм, под этот голос она его лечит. Мать может в сердцах, не знаю, пожелать нехорошего ребёнку. И не случайно говоря, самое страшное проклятие – это проклятие родителей. То ребёнок потом ходит с этим разбитым биополем, который мы не знаем, как по-настоящему назвать. Но та защитная стена разрушается близким человеком, поскольку человек связан с родителями. Если какой-нибудь целитель или, говорят, сглаз, это тоже разрушение этой защитной стеночки, которая вокруг человека, который очень реагирует и чувствителен к окружающей среде. Если взять, допустим, жителя большого города и жителя какой-нибудь лесной полосы, то они по-разному живут, они иначе воспринимают этот мир. Над городом, хотим мы того или не хотим, всё равно висит такая серая дымка, такая невидимая, а то и чёрная дымка. Не потому, что там много автомобилей или заводов. Нет, нет, нет. Это мысли человеческие. Это то, вот это поле, которое называется ноосферой, которое открыли профессор Вернацкий и Чижерский в начале XX века. Это наши желания, наши мысли, которые накапливаются, они вот над биосферой стоят, а потом они могут обрушиться. И вот чем больше всяких накоплений зла, то тем больше шансов в этом регионе каким-то быть катастрофом. Я вот в одной из передач говорил об одном наблюдении. Мы не знаем, почему вдруг какие-то стихийные катастрофы и бедствия. Но вот когда было страшное землетрясение в 90-х годах в Армении, в Степанакерте, там не просто был уничтожен город и была масса уничтоженных погибших людей, там продолжалось мародёрство. Люди как бы продолжали жить вот этой злой энергией. Они продолжали грабить умерших людей. Вот эти развалины, обогащаться за счёт этого. Там, можете себе представить, сколько было скоплено вот этого зла. И показывали кинохронику. Это было по телевидению. Это было вот, ну сколько это, лет уже 12-13 назад. Шли самолёты с гуманитарной помощью. И вот в тот период, как сейчас помню, ну было разбито 4-5 самолётов. Причём они разбивались при посадке. Вот они шли, их показывали, они вот идут. Хроника показывала, они садятся. Видимо, хроникёры снимали самолёт, который вот должен был доставить в гуманитарную помощь. Ждали этого самолёта. Да, и вдруг ему там остается 50 метров, он как камень падает. Вот что он уже идёт на посадку. 50 метров, он как камень рушится. Все гибнут, весь экипаж гибнет, вся гуманитарная помощь гибнет. Что-то его, вот понимаете, давит на него. Что-то его заставляет упасть. Вместо того, чтобы благополучно сесть. Здесь нельзя отрицать наличие вот той энергии, которая имеет такую сильную, разрушительную, такое сильное разрушительное действие. Здесь надо к этому всегда прислушиваться. И страшные наводнения, поднятие волн. Это есть предупреждение людям, что что-то не так. Что есть концентрация какого-то зла, которая оборачивается против людей вот такой вот уже реальной физической силой. Тогда, может быть, мы поговорим о том, каковы последствия могут быть от походов к подобным целителям. Причём последствия как для самих посетителей, кто пришёл, и, может быть, так и для тех, кто пытается заняться этим целительством. Ну, последствия, они могут быть разные. Целитель может быть действительно от Бога человек. Как вот мы сейчас привели пример. И в Евангелии есть такие слова, даже когда ученики говорят Христу, вот мы видели человека, который с нами не ходит, но не стреляет. И давай мы ему запретим. И Христос их останавливает. Не надо. Если Он делает всё это именем Моим, и исцеление совершается, то пускай Он это творит. Сегодня очень многие шалатаны пользуются этим. Они обставляют себя иконами, они обставляют себя всякими крестами, святой водой из церкви и так далее. На самом деле это кощунство. Это кощунство над теми же иконами, потому что сами иконы по себе исцеления никакого не несут. Это есть только атрибутика, это есть напоминание, но человек как бы маскируется под них. Особенно, когда он начинает отсылать человека в церковь и говорит, что сначала давайте креститесь, а потом придите ко мне. Это предупреждаю, что насмешка нас крещением. Потому что самое сильное исцеление, самое сильное действие самого крещения, после него уже не надо никому идти. А если колдун как условие ставит, сначала креститесь, потом ко мне, то он как бы попирает вот это крещение. И люди непросвещенные, духовно безграмотные, необразованные, они вот это крещение, ну действительно попирают. Они предают Бога, который дал им вот эту благодать. И дальше нужен, в принципе, подвиг веры человека. Если человек болен, то лучше иди к врачу. Напомню вам слова Феофана Затворника, очень православного человека, жившего в 18 веке, начале 19, который говорил о том, что молитва молитвой, лекарства лекарствами, о том, что есть дар медицины, кроме вот такого целительства, что нужно использовать и это. Последствия могут быть негативны ещё тем, что человек, не знающий медицины, не знающий анатомии, не знающий вот движения этого, будем так говорить, биополя человеческого, его ауры, работает вслепую. И если он человек корыстный, если он, не дай Бог, человек завистливый, то он как бы сгорает сам по себе вот от своей внутренней зависти. Вот вся энергия в нём, она чёрная, и человек не может жить с этой энергией. Знаете, как змея, она вырабатывает яд, если она кого-то не укусит, этот яд не выпустит, она начнёт отравляться этим ядом сама. Человек, несущий в тебе вот эту тему, тёмную энергию, начинает болеть и страдать. Ему нужен объект. И тут ещё непонятно, кто кому донор. Он находит другой светлый объект, ему нужен глоток этого света. И он, если он обладает... Духовный вампир. Совершенно верно. Он меняется энергиями. Он свою энергию отправляет здоровому человеку или наоборот концентрирует всю как бы здоровую энергию человека, не знаю, на больной мизинец, бросает её туда, мизинец проходит, благодаря энергии самого же человека. А потом человек становится беззащитен и открыт для других болезней. Он, может быть, заражён уже, не знаю, от чего-то чиха. И будет непонятно, надо же, такой здоровый, такой закалённый, вдруг вот простудился летом, до температуры 40. Да потому что он до этого потерял вот всю свою положительную, благотворную энергию, отдав её за деньги, просто так, какому-то шалатану и обманщику. Я бы ещё хотел с точки зрения церкви сказать о таком явлении. Дело в том, что сейчас очень модно и было модно вот в рассвете перестройки, когда целители собирали стадионы. Многие из них довольствовались просто голубым экраном. Ну, аудитории не меньше, даже больше, чем это делали. Гораздо больше, гораздо больше. И все кидались вот к этим голубым экранам с баночками там, с кремами, мазами, с косметикой и так далее. Скажу, что это самое опасное, что может быть, самое опасное. Потому что человек – это не стадо. Человек – образ и подобие Бога. Человек – неповторимая личность. И как лекарства земные одному хорошо, другому смертельно, так и здесь. Когда речь идёт о каких-то тотальных исцелениях, очень опасно. Тот целитель, будем так говорить, в кавычках уже, зарабатывает просто деньги. Он просто, ну, если он обладает действительно паранормальными какими-то способностями, ему уже без разницы. Он просто гипнотизирует, кстати, тоже непонятно, что это такое, неоткрытое совершенно явление, таинственное. Вот это масса людей. И масса людей поддаётся вот этому, будем говорить, тотальному гипнозу.